Сегодня мы с глубокой скорбью и печалью должны передать весть о гибели неподражаемой актрисы Елены Прокловой. Это огромная потеря для мира кино и театра, и для всех, кто ценил ее талант и восхищался ее работой. В начале этого года актриса Елена Проклова была госпитализирована в Боткинскую больницу. У артистки сложный перелом ноги, причем довольно запущенный. Прокловой пришлось даже делать операцию. Травму Проклова получила в Крыму на гастролях. Тогда актриса думала, что это вывих. Она отыграла спектакль. Когда боль стала нестерпимой, актриса обратилась в местную больницу. Рентген показал, что у Прокловой сложный перелом ноги. Но актриса не вернулась в Москву, а продолжила гастрольный тур. На сцене Проклова появлялась в инвалидной коляске. Так она выступила в пяти городах. После возвращения в Москву Проклова обратилась в Боткинскую больницу. Актрису прооперировали и поставили пластину. В апреле 2021 года артистка разоткровенничалась в эфире «Секрета на миллионное НТВ» с Лерой Кудрявцевой и поведала, как в 15 к ней воспылал чувствами известный актер. С тех пор творчество ушло для поклонников Елены Прокловой на задний план, ведь все ассоциировали ее со скандальной историей. Елена Проклова всегда была популярна, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что у актрисы за плечами осталось три брака. Несколько лет назад артистка также рассказала о тайных романах с коллегами по цеху, мол, за ней ухаживали Миха и волонтиры Андрей Миронов, а от Олега Янковского ей даже пришлось делать аборт. Особняком стояла история о симпатиях Олега Табакова во время съемок картины «Гори, гори, моя звезда». Он был несчастен от любви ко мне, от невозможности реализовать эти чувства. Полюбил всерьез девочку 15-летнюю, а ему за 30, и двое детей, тупик, признавалась Проклова. По словам Елены Игоревны, роман закончился, так и не начавшись, ведь рушить семью метра она не собиралась. Вот только в прошлом году актриса заявила, что подверглась домогательствам со стороны взрослого мужчины, причем как раз в 15 лет. Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Плал мне руки между ног. Это очень трудно, когда тебе мало лет, ты ничего не знаешь. А тебе говорят, что так делают взрослые, и это нормально. Я как вспоминаю эту девочку, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу, это все страшно. Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. Это не соответствовало тому, что я мечтала увидеть в жизни. Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голый рядом, сам себя удовлетворял. Мои слезы и мольбы не действовали, он только смотрел на меня, и, как мне кажется, получал удовольствие от этого, делилась артистка. Нетрудно догадаться, какой шум поднялся из-за откровенного заявления. Одни коллеги поддержали актрису, другие не поняли, почему Елена Игоревна молчала 52 года и заподозрили ее в черном пиаре. Начнем с того, что впервые Проклова подверглась домогательством в 12 на съемках «Снежной королевы». Извращенцем актриса назвала второго режиссера, который прижимал подростка к стене и лез под кофту. А у меня только начинала расти грудь, он меня щипал, мне было больно. Пытался залезть ко мне в нижнее белье. Ему доставляло удовольствие, когда я кричала, что мне неприятно, вспоминала Елена Игоревна. Сыгравший в картине сказочника, Валерий Никитенко удивился заявлению коллеги по его словам, съемки были замечательными, и ничего подобного на них случиться не могло. То, что сейчас происходит с Леной, поверьте, мне абсолютно и глубоко просто безразлично. Иногда даже не по себе. Я совершенно не понимаю природы того, что происходит с ней. Но на съемках она была прекрасной, глубокой актрисой, подчеркивал Никитенко. Как мы уже говорили выше, следующий случай растления произошел, когда Прокловой было 15, что нанесло ей серьезную психологическую травму. У меня было много мужчин, я этого не стесняюсь. Во взрослую сексуальную жизнь все входят по-разному. Прекрасно, когда это влюбленность и романтика. Но у меня другая судьба. Как только дело доходит до секса, я сразу хочу закрыться, я этого боюсь. У меня страх и ужас перед физической близостью. Мой первый опыт был настолько жестким, разрушающим это было извращение. Меня в эту взрослую жизнь окунули, как в лужу с грязью, негодовала артистка. Личности растлителя звезда так и не озвучила, зато пояснила, зачем вытащила неприятную историю наружу спустя десятилетия, чтобы помочь девушкам в подобных ситуациях. Второй момент состоял в том, что раньше заговорить актриса не могла, так как обидчик был жив, а скандала для его семьи устраивать не хотелось. Но когда его не стало, речь уже не идет о том, что я могу разрушить его жизнь. Я прекрасно понимаю, что близкие будут защищать его, но знать, с кем ты жил, тоже надо. Тем более, я думаю, что на самом деле все знают. Хорошо, если бы женам хватило ума понять, что мы все попали в эту мясорубку, и они, и я. Но это не моя вина, это мое несчастье. Почему я должна молчать? Я имею право на существование, я тоже человек, рассуждала про Клова. Разумеется, с учетом, что тень подозрения пала на Олега Табакова, все ждали комментариев его вдовы. Марина Зудина сперва обмолвилась, что ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание, а затем извинилась за резкий выпад, пожелала Прокловой счастья и описала отношения мужа с ней. Олег Павлович всегда тепло, и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ, он позвал ее на главную женскую роль в спектакле «Отец», который шел в табакерке. Я тогда уже родила сына, и мы прекрасно общались, к нам приходил ее муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите ее интервью, поэтому давайте не додумывать за нее, отметила Зудина. Лия Ахиджакова заявила, что Проклова поступила по отношению к Табакову омерзительно, Сергей Никоненко отметил, что актриса переступила через совесть из-за денег. Валерия рассудила, что о домогательствах следовало сообщить сразу, а не спустя полвека, ну а Сергей Соловьев назвал откровение Елены Игоревны маразмом. Телеведущая Ольга Спиркина призналась, что была свидетельницей романа между Еленой Прокловой и Олегом Табаковым, однако не видела причин отыгрываться на мэтре после его смерти ради мести или пиара. Так или иначе, Елена Проклова была исключительной актрисой, чья виртуозность и эмоциональность захватывали сердца миллионов зрителей. Ее исполнение ролей было проникновенным и заставляло нас переживать каждую эмоцию вместе с ней. Она воплощала на экране и на театральной сцене самые разные образы, оставляя незабываемый след в истории искусства. Елена Проклова была не только выдающейся актрисой, но и уважаемым и любимым человеком. Ее неподдельное обаяние и талант завоевали сердца зрителей и коллег. Ее отсутствие будет ощущаться в сердцах всех, кто ценил и восхищался ее работой. Сегодня мы горько скорбим о потере Елены Прокловой. Выражаем искреннее соболезнование семье и близким актрисы в этот трудный период. Ее душа покоится вечным покоем. Елена Проклова останется в наших сердцах, как выдающаяся актриса и прекрасный человек. Ее вклад в искусство будет незабываемым и вечным. Мы будем помнить и уважать ее талант, сохраняя ее наследие и передавая его следующим поколениям.